Добрый вечер в эфире программы ТСН Итоги. Меня зовут Роман Явныч. Если вы смотрите нас в прямом эфире на телеканале Тюменское время, по традиции, приглашаю вас к разговору. Прямо сейчас заходите в Инстаграм, подписывайтесь на нашу страничку Тьюмен Тайм и пишите свои мнения по поводу увиденного и услышанного. Ну а сейчас главная тема выпуска. Крылатые обжоры. Леса области снова остались без листвы. Кто остановит непарного шелкопряда? Тусок на парковке. Станет ли запрещающий знак ограничением для ночных бдений автомобилистов? Медпомощь без границ. Кому и зачем нужен летучий госпиталь? Узнаем у гостя программы. Опасное соседство. Угрожает ли Тюменской области африканская чума? IT-кластер должен быть сформирован в Тюменской области. О цифровой экономике, национальном тренде, заданном президентом, говорили сегодня на совещании в правительстве области. Действительно, экономика, основанная на цифровых технологиях, уже вошла в перечень основных направлений стратегического развития страны на ближайшие годы. И, по мнению губернатора, наш регион обладает серьезным потенциалом в этой сфере. Владимир Якушев обозначил первоочередные задачи. Нужны недорогие офисы для IT-компаний, местных и приходящих в регион. Нужны кадры, налоговая и финансовая поддержка. И уже сейчас нужно структурировать государственные и корпоративные заказы на IT-разработки и продвигать их внутри и за пределами региона. Задача максимума – это формирование новой полноценной отрасли экономики с большим потенциалом роста. Задача достаточно амбициозная, но я думаю, что если мы все вместе с вами будем двигаться в этом направлении, то у нас есть все шансы это сделать. Одним из шагов в этом направлении станет подготовка кадров для IT-компаний. И в Тюменском технопарке сегодня открылась бесплатная школа программирования. Ученики в начале июля прошли серьезный отбор. В итоге за парту попал лишь каждый десятый. Курс их обучения рассчитан на три месяца, а в качестве экзамена нужно написать приложение на одном из языков программирования. В течение года планируют организовать пять таких потоков. Проект правительства региона позволит подготовить специалистов по запросам и стандартам работодателей. Все люди, которые сюда приходят, они уже по умолчанию трудоустроены. То есть это люди, которые готовятся на конкретные рабочие места, они будут востребованы теми предприятиями, на тех проектах, которые сейчас открываются в Тюменской области. И это очень важно, потому что это создает тот самый быстрый эффект, который так необходим для скачкообразного роста. Но не все современные технологии одинаково полезны. В российском законодательстве появилась новая норма – ответственность за склонение к самоубийству через интернет или СМИ. До 15 лет лишения свободы могут получить организаторы так называемых групп смерти. Госдума приняла законопроект с целым рядом изменений, подняв максимальные пределы наказания. К примеру, за содействие или склонение к суициду, если он произошел, виновный может получить от 5 до 10 лет тюрьмы, ранее только до 5 лет. Если в результате погиб ребенок или беременная женщина, планка поднимается до 12 лет лишения свободы. Если 2 и более человек – уже до 15 лет. Одним из инициаторов законопроекта стал депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев. Мы исходили из того, что эти действия, в принципе, в итоге, как последствия, влекут за собой решение жизни людей. И мы при установлении пределов ответственности ориентировались на статьи уголовного закона, который устанавливает ответственность за убийство. Вот уж точно назрела необходимость. Ну а теперь к другим темам. Лиственные леса области вновь оказались под ударом шелкопряда. Сколько не боролись с личинками осенью, уничтожить все вручную невозможно. Тем более, что площадь интереса этих бабочек измеряется сотнями тысяч гектаров. По данным прошлого года, от непарного шелкопряда пострадали 325 тысяч гектаров леса. Как обстоит ситуация в этом году, узнала Екатерина Кальченко. На календаре лета, в лесу будто зима. Прожорливый шелкопряд добрался до Тобольского района. В четырех сельских постелениях гусеница объела около двух с половиной тысяч гектаров леса. Специалисты бьют тревогу. На данный момент большинство непарного шелкопряда, гусеницы, перешли в стадию куколки. С середины августа будем ждать вылета бабочек. И вот там уже возможно, что что-то будет уже посерьезнее, чем просто объедание молодых деревьев. Самая сложная ситуация сейчас в Галышмановском районе. Непарный шелкопряд поразил 59 тысяч гектаров леса. Чуть меньше в Заводоуковском и Амутинском районах. Там в среднем без листвы стоят по 35 тысяч гектаров. В 2016-м на юге области пострадали почти 325 тысяч гектаров зеленых насаждений. В этом ситуация почти одинаковая. Спасти лес от непарного шелкопряда пытаются не только специалисты. В прошлом году уничтожать кладки яиц, на деревьях выходили тюменцы. Очистили Гилевскую рощу, парк Гагарина, сквер Машарова. Но в этом году ситуация в городе повторяется. Фото с массовым скоплением бабочек появились снова в социальных сетях. Самки откладывают свои яйца не там, где человеку удобнее соскоблить, а туда, куда они могут прилететь. Они могут прилететь на любую высоту. Поэтому уничтожен, допустим, одна миллионная часть кладок. Люди уничтожили. И что? Ну, может быть, какое-то самоудовлетворение, что вот хоть я хоть чуть-чуть немножко природе помог. По мнению ученого, повлиять на популяцию непарного шелкопряда могут только естественные факторы. Например, в Исецком районе проблема решилась сама собой. В прошлом году шелкопряд объел деревья на 80%. А в этом гусеницы не вылупились из яиц. На резкое изменение в этом году повлияло несколько причин. По мнению специалистов, насекомым не хватило еды, и они сами погибли. Но это не единственное предположение. Весной были заморозки, холодная погода была. Они могли выйти, но не уйти в крону дерева, а замерзнуть по пути. Также есть у них естественные враги. Это насекомые, такие как муравьи, могли им помешать залезть в крону, питаться. Какой будет ситуация в лесах области на следующий год, можно только догадываться. Средства на обработку в 2017-м. В бюджете не запланированы. Екатерина Кальчинга, Ольга Куричко, Александр Вележанин. Тюменское время. А вот на порядок на дорогах денег в области не жалеют. Буквально через несколько дней заработают комплексы фото-видеофиксации в Тюмени на улице Пермяково. Они направлены на полосу для движения автобусов. А всего в ближайшее время на улицах областного центра появится более 20 новых комплексов. Их установят на оживленных участках дорог, а также там, где был зафиксирован рост аварийности. Камеры будут установлены на 23 участках уличной дорожной сети города Тюмени, которые будут фиксировать красный сигнал светофора, стоп-линию, скорость, а также проезд по полосе маршрутных транспортных средств. Комплексы устанавливаются поэтапно. При подготовке и осуществлении всех метрологических изысканий они будут подключаться также поэтапно. С марта в Тюмени установлено 12 камер, и до конца этого года в областном центре и в Тобольске дополнительно появится еще 151 комплекс фото-видеофиксации. Работают они круглосуточно и в автоматическом режиме. Законопослушным гражданам их бояться не надо, а вот другим такие камеры может и остановят. Других такие камеры остановят или помогут найти. Такое уже было и не раз. Правда, не все нарушения можно определить визуально. Жители домов на перекрестке Мельника и Тереспублики крайне недовольны ночными автомобильными тусовками по соседству. Парковка у технопарка стала местом сбора любителей автозвука, дрифта и прочих новомодных громких увлечений. Причем сами автолюбители ничего плохого в своих ночных сборищах не видят. Мол, надо же нам где-то собираться. Где-то это уже не на этой парковке. Скоро здесь появится знак, запрещающий движения в ночное время. Николай Смирнов увидел, кто мешает спать тюменцам. В доме на перекрестке Мельника и Тереспублики Алиса живет 8 лет. Но последние два года желание переехать становится все сильнее. Виной тому постоянный шум, доносящийся с парковки у технопарка. Как только наступает темнота, сквозь стеклопакеты несется громкая музыка, виск шин и рев моторов. С этим даже милиция не справляется. И да, я вызывала милицию, наряд подъезжает, они вроде их раз разогнали, постояли полчаса, наряд уезжает. Опять тусовка. Жить в этом доме уже стало просто невозможно. Невозможно. Люди просто отсюда бегут. Через несколько дней на этом въезде поставят знак «Движение запрещено» и информационную табличку с 22 до 06 часов. Поможет это или нет, узнаем со временем. Но, как известно из автомобильного афоризма, в России запрещающий знак только один – бетонный блок. Все остальные – рекомендательные. На геологи, как до сих пор называют это место, собираются и поодиночке, и целыми автоклубами. Первые иногда ведут себя совсем беспредельно. Вторые стараются поддерживать порядок, хотя бы в своих рядах. У нас в Тюмени, в принципе, нет нигде никаких площадок, где мы можем, допустим, собраться. Есть, допустим, вот это место. И здесь мы собираемся буквально на два, ну на два с половиной часа. И все, и мы отсюда уезжаем. А то, что здесь дальше происходит, я не могу за всех говорить. В то же время администрация пытается найти компромиссное решение для всех сторон конфликта. Мы сейчас рассматриваем какие-то варианты для того, чтобы им предложить какое-то другое место, для того, чтобы они могли самореализовываться. Мы понимаем, что если уже много лет ребята встречаются, объединены вот этими интересами, то в любом случае они место себе найдут для встречи. Поэтому лучший способ возглавить что-то – это организовать. Поэтому будем вот по этому пути двигаться. Тем не менее, новость о закрытии площадки тусовщики восприняли негативно. На камеру, правда, комментировать это отказались, но без нее пообещали целые акции протеста. От срыва запрещающих знаков до автопробега в поддержку свободного передвижения на парковке. Как все пройдет, увидим в августе. Николай Смирнов, Сергей Кондаков. Тюминское время. Мне кажется, любые громкие ночные сборища нужно пресекать. Будь то автомобилисты или пешеходы, без разницы. Добро пожаловать за город и там занимайтесь, чем хотите. Тем временем в студии уже появилась моя коллега Анна Чеханадская. Добрый вечер. Добрый вечер, Рома. Скажи мне, как автолюбитель автолюбителю, это правильно вообще ночью громко ездить по городу? Ты знаешь, я решила для себя одно. Ночью, будучи автолюбителем и неавтолюбителем, лучше спать. Ты молодец, ты правильно считаешь. Ну что ж, о чем писали сегодня местные интернет-издания, расскажу прямо сейчас. Нам это очень интересно, пожалуйста. Поисковые отряды области отправляются в летнюю экспедицию. Новость публикует Слухру из Тюменского региона. На места сражений Великой Отечественной поедут 6 групп, всего 101 человек. Летний этап вахты памяти пройдет с 28 июля по 15 сентября в Новгородской и Тверской областях. Также Тюменский сводный отряд примет участие в международной экспедиции «Северо-Западный фронт». Лагерь соберет свыше 400 поисковиков из разных стран. Добавлю, что по итогам весеннего этапа вахты памяти в поисковике региона подняли 75 солдат и офицеров Красной армии, были найдены 6 солдатских медальонов. Тюменская линия сегодня сообщает, что одну из аудиторий школы искусств Тобольска могут назвать в честь сестры Николая II великой княгини Ольги Александровны Романовой. Такую возможность обсудили глава города Владимир Мазур и вдова племянника последнего царя, княгиня Ольга Куликовская-Романова. Она на днях посетила Тобольск. Горожане знакомы с художественным наследием Ольги Романовой по выставочному проекту «Августейшая художница». Его еще в 2013 году представили в рамках празднования 400-летия династии во дворце Наместника. Ну и местные СМИ во все анонсируют программу «Дня города». Напомню, он пройдет 29 июля, уже в ближайшую субботу. В частности, 70 дворов пишут о том, что Тюменский филармонический оркестр в этот день даст концерт под открытым небом. Выступление станет подарком областному центру на день рождения. Желающих послушать музыкантов ждут в 19 часов на Цветном бульваре в программе мировые шедевры классической музыки, сочинения Чайковского, Хачатуряна, Штрауса, ну а также саундтреки из популярных кинофильмов. Ну а организаторы Рома приглашают абсолютно всех, и ценителей, и тех, кто не знаком с классической музыкой, уверяют, что под открытым небом она звучит как-то особенно. Я думаю, что вот такой шум на самом деле придется по душе абсолютно всем. Спасибо, Аня. Спасибо, Ром. А мы продолжаем. Российский Амиго ждет инвесторов. Уникальный проект, мобильный операционный, разработал главврач Тюменского федерального нейроцентра. Высокотехнологичная скорая на базе отечественного ИЛ-96 обойдется в 50 миллионов долларов США. Жителям Тюменской области, едва ли не единственным в России, доступно подобное оборудование. Да и по миру таких операционных всего несколько десятков. Напичканный аппаратурой самолет поможет исправить медицинское неравенство. Вот этот шаг самолета может резко и значительно повысить именно доступность именно высокотехнологичной медицинской помощи. И в ряде ситуаций нельзя пациента доставить в топовую операционную. Так почему тогда не доставить операционную к пациенту? Каковы шансы на воплощение этого проекта? Узнаем у автора крылатой операционной. Главный врач федерального нейроцентра Альберт Суфианов, гость нашей сегодняшней программы. Альберт Суфианович, здравствуйте. Здравствуйте. Если вкратце, можно о начинке рассказать? Вот прежде всего, оборудование, которое должно здесь быть, вот именно в операционной. Ну, смысл в том, что именно топовая, хай-тековская, операционная должна быть мобильной и автономной. И вот в этом плане здесь, конечно, большую роль играет компьютерный томограф, который будет находиться в широкофюзерном самолете, типа Ю-68. И этот компьютерный томограф может обслуживать, ну, даже не один, а, скажем, два стола, как на этом, вот на Кечу у нас представлены. Таким образом, значительно повысить проходимость этой операционной. В таких случаях, например, в местах массового поражения или там боевых каких-то действий, например, и так далее. Цена вопроса получается. Если берем отечественные самолеты, это порядка 40 миллионов долларов, плюс, ну, десятку сверху накидываем на начинку, так скажем, да, это получается 50-60 миллионов долларов. Ну, я думаю, да, где-то в этих районах. Дело в том, что, конечно, пока на этом макете многие составляющие, то, что составляют начинку, они, конечно, импортные. Но если мы, конечно, будем двигаться вперед в плане импортозамещения, опять же, учитывая слова нашего президента, то тогда, конечно, и цена значительно снизится. А у нас есть вообще аналоги? Вообще перспективы есть и в плане построения отечественных томографов, именно, которые пригодны для нейрохирургии, для мобильной операционной, и в плане микроскопов, и столов. В принципе, сейчас эта тема тоже сильно развивается. Я знаю там, что и Ростех, и Швабы, и Политех, скажем, вкладывают значительное усилие в развитие вот этих направлений, в нейрохирургии, совместно с нашим федеральным центром нейрохирургии и первым московским медицинским институтом Министерства Чинова. Альберт Акарамович... Сотрудниками, которыми мы тоже являемся. Это я знаю, да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, который приходит сразу же. Самолет, допустим, он есть, есть все самое современное оборудование, кадры есть, не будет же один Суфьянов летать по миру и делать операции? Ну, опять же, вот в чем плюс нашего центра, в том, что именно на базе нашего центра, так как материально-техническая база и поток операций, спектр операций очень высокого класса, совместно с кафедрой на рехирургии Первого медицинского университета имени Сеченова, здесь, конечно, есть все условия для именно подготовки кадров для таких, скажем, вот мобильных операционных бригад. Кадры уже готовятся не только, скажем, для, скажем, Российской Федерации, но и даже за рубеж. Этот проект был представлен и на проме, так скажем, каковы реальные шансы на его осуществление в ближайшее время? Ну, вы знаете, этот проект вызвал значительный интерес, и даже фирма такая, серьезная фирма, как компания Сухова, уже представители подходили, интересовались, и говорили о дальнейшем взаимодействии по реализации этого проекта. То есть это очень серьезные шаги. Заинтересованность очень большая, я думаю, что мы должны реализовать этот проект. А вот на ваш взгляд, все-таки, эта история адресована, прежде всего, жителям Российской Федерации, или же, ну, на перспективу, можно, по всему земному шару? Да, конечно, эта идея, она международная. Я думаю, что необходимость таких мобильных, гибридных, операционных, она очень высока, начиная от, там, скажем, первых лидеров стран, которым необходимы такие операционные сопровождения, я считаю. Потому что это национальная безопасность страны, любой страны, обеспечение вот именно топовой медицинской помощи в любое время суток, скажем, лидерам стран. И кончаю, там, такими массовыми поражениями, и это интересно, думают, и МЧС, и Министерство обороны. Разноплановые. И даже, я думаю, банально, даже Министерство здравоохранения, потому что, ну, у нас есть разные, как бы, у нас есть разные регионы, и ряд регионов труднодоступен, поэтому, я думаю, что это будет актуально и даже для Минздрава. Ну, будем надеяться на скорое воплощение этой замечательной идеи. Успехов вам! Спасибо большое, спасибо. О востребованности этого проекта, думаю, говорить не стоит. Другое дело, насколько часто и активно его будут применять именно в нашей стране. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступные на Ютьюбе и в группах «Тюменское время» в соцсетях, в Фейсбуке, Вконтакте и в Одноклассниках, вернемся в студию после блока новостей из районов области. Завод «Полипак» в Осетском районе начал в тестовом режиме производить полипропиленовые мешки. До полного запуска предприятие осталось около месяца, ждут австрийское оборудование. Пока проводят наладку ткацких станков. На заводе будут производить до 1 миллиона биг-бэгов в год. Магистральное водоснабжение появится в нескольких деревнях Ромашевского района. На укладку новых пластиковых труб выделено почти 18 миллионов рублей. Всего в районе нужно заменить 5,5 километров старые ветки водопровода. Завод «Укоск» впервые стал площадкой международного фестиваля уличных театров. Участники – цирк-студия «Икар», абсолютно барабанный оркестр, аниматоры и коллектив «Мимикрия». Также зрители ждали фото-зоны, игровые островки, стол головоломок, скамейки с мастер-классами. В Бердюжском районе отметили национальный праздник Курултай. Сюда съехались артисты из 11 городов и районов региона, а также гости из Курганской области и Северного Казахстана. Украшением праздника стала свадьба. Нурлан и Айсулу Жакоповы сочетались браком согласно светским законам и национальным традициям. Тревожные новости от соседей. В 14 районах Омской области объявлен карантин. Выявлено несколько очагов африканской чумы свиней. Оттуда запрещено вывозить животных, закупать мясо у населения и проводить выставки. Понятно, что в такой ситуации на Чеку нужно быть и жителям пограничных территорий. Как с этим обстоит дело в Казанском районе, увидела Инна Михайловская. В Омской области сразу несколько очагов. Крупным комплексам болезнь не угрожает, говорят эксперты. Проблемы в частных подворьях. Африканская чума свиней, вирусные заболевания, человеку вреда не приносит, если мясо больного животного прошло тепловую обработку. При обнаружении очага уничтожаются все свиньи в радиусе от 5 до 15 километров. Процесс-то очень быстро идет заражение и поддержа вот этих свиней. Вот сегодня у одного, завтра у другого, все-все пошло и пошло. Конечно, никакой опасности для человека и для других видов животных эта болезнь не представляет. Но вот косит наши свиньи и наших. Чем больше мы раньше купируем процесс в каком-то определенном участке, тем оно не придет дальше за какие-то пределы, за другие территории. Тревогу забили и в Казанском районе. Сейчас местные ветеринары обходят дворы всех поселений, пересчитывают свиней, предупреждают хозяев. Со двора животных не выпускать. Прежде чем давать корм, проводить его термическую обработку. Помещение регулярно обрабатывать от гнуса, уничтожать грызунов. А покупать поросят только с сопроводительными документами. Тут наслышаны же люди, что болезнь-то страшная. Все. Запускают, все делаем. Если свинья заболеет африканской чумой, летальный исход неизбежен. Вакцины от нее не существует. Зато есть от классической чумы. Сейчас ставят прививку от этого недуга. И напоминают о признаках опасного вируса. Основными клиническими признаками являются повышение температуры до 42 градусов, лихорадка, а также покраснение или посинение кожи ушей, хвоста, на брюшной полости, возможно. Тем временем в районной лаборатории также полная готовность. Здесь нет возможности определить наличие вируса. Поэтому, если что, именно отсюда пробы отправят в Тюмень. Ситуация в Казанском районе под контролем. Инна Михайловская, Александр Изусимов. Тюменское время. Будем надеяться, что нашу область эта чума обойдет стороной. Возвращаемся в Тюмень. В этот день города горожане и гости областного центра не смогут прогуляться по нижним ярусам набережной. Непривычно для лета, но это факт. Они затоплены. Уровень воды в туре достиг небывалого для июля уровня. 580 сантиметров. Это при том, что в период весеннего паводка он немногим превышает 6 метров. Такую ситуацию даже эксперты называют нетипичной. Летом реки региона обычно мельчают, а не наполняются водой. Впрочем, причина очевидна. Обильные дожди. Всего за месяц они подняли уровень Туры на 3 метра. Между тем, высокая вода угрозы подтопления жилых районов города и прибрежных деревень не несет. Несмотря на почти ежедневные осадки, уровень реки начинает снижаться. А так за понедельник Тура убавила в глубине сразу 2 сантиметра. Но и без нижнего яруса в эту субботу набережная станет одним из центров праздничных мероприятий. Там начали строительство скалодрома для фестиваля Экстрим Экспо. Также идет заготовка более 20 тонн снега для сноуборд-площадки. На днях из Екатеринбурга привезут клетку для боев без правил. Всего гости праздника увидят около 20 видов спорта. Это паркур, чирлидинг, дрифт и многое другое. Открывать фестиваль по традиции будут парашютисты. Добавлю завершение праздника станет 12-минутный фейерверк. Всего над Турой прогремят более 900 залпов. Ну а сегодня Тюмень проводила велоэкстремалов. Участники велогонки Москва-Владивосток прибыли в областной центр накануне и, переночевав, продолжили свой путь. В состязаниях участвует 10 спортсменов из 7 стран. Всего протяженность их пути 9200 километров. 614 из них от Тюмени до Омска, куда колонна прибудет завтра утром шестой этап эстафеты. После нескольких часов отдыха спортсмены выйдут на единственный за всю гонку ночной старт в сторону Новосибирска. Пока среди участников лидирует петербуржец Алексей Щебелин. Самые сложные были первые два этапа, потому что они такие еще не... Не знаешь участников, темп был высокий, сразу большая скорость, ребята задали. Поэтому было так психологически тяжело. Я перед стартом многодневки гонки отдыхал, набирался сил. Они, видно, по другой программе, так скажем, тренировались. Вышли на первый старт уже на пиковой скорости. Сейчас вроде как немного темп стих. Финиширует велогонка 10 августа во Владивостоке. За время движения участникам придется пересечь 5 климатических зон. Пожелаем им удачи. А у нас на сегодня все. Итоги вторника. Завтра в это же время подведет мой коллега Дмитрий Чашков. Спокойной ночи и до свидания.